Обжёгся, 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 вшись. Так? Значит, я много посвятил, ну, как отвлечённым темам, так и конкретным, связанным непосредственно с моими, так сказать, злоключениями. Ну, а сейчас ещё на фоне предыдущих своих выступлений, которые я вчера опубликовал на Ютьюбе, хочу коротко ещё немножко подытожить конкретно, что касается вот здесь моего окружения и меня лично. То, что мне доставляет непосредственные неприятности, очень большие. Как в Мадриде, когда была пятая колонна фашистская, так они играют роль пятой колонны здесь у меня. Значит, те люди, с которыми я на протяжении всей жизни жил, в результате моих, благодаря тому, что всё-таки я выдержал эту паузу, практически 20-летнюю, провёл так маркетинг, значит, я уверен, что была ленинградская, в частности, версия, ну, наверное, Москва там была задействована, что если бы, допустим, они начали со мной разговор 20 лет назад или 19 лет назад, они бы мне что сказали? Что ты, во-первых, с рождения больной, например, мы тебя взяли, допустим, мы врачи, мы тебя взяли там типа что-нибудь на лечение, на сохранение, что-нибудь в таком духе, ну, короче, было бы так развернуто, что не как в том анекдоте про Райкина насчёт счётчика, что примените эти правила бравчика, то не ты будешь должен государству, а уже государство должно тебе, вот исходя из того монолога Райкина. Ну, значит, подтверждением это, вот эти вот мемориальные доски в тропинке, которые я писал, с минорой и фамилии еврейские, там еврейские врачи из тропинке. С другой стороны, я уже писал, тоже ничего не троётся, с другой стороны, там врач-гинеколог Титенко. И это на отделении, значит, эти две мемориальные таблицы, на отделении, значит, патологии беременности. Значит, ещё раз я говорю, вот эти фамилии у меня уже трижды повторяются, Титенко, Папченко, Диденко. Вот трое моих знакомых. Значит, вот эта самая Титенко, о которой я говорю, это никто иной, никто иная, как... Моя очень старая знакомая, о которой нас, так называемый, мой папа познакомил, Лариса Зиновьевна Бондурянская, насколько я понимаю, она же разительная, с разительным отличием, я её знаю по моей, так называемой, этой бывшей недостроенной даче, там господин Кравченко, это его жена. Вот этот господин Кравченко, которого никогда бы я не мог воспринять, ну, в тех образах, в которых я его знаю, например, по Львову или, ну, как еврея, например, я бы никогда не сказал, что господин Кравченко и его жена могут иметь какое-то отношение к еврейству. Вот у них там в Кардашинке, возле бывшей пристани, небольшой домик, вот это его жена и он. Значит, ну, это господин Ерин, может, это Кравченко, а его жена это Бондурянская, а сын их ней, так называемый, Боря, это господин Гербицкий, бывший начальник Морпорта и бывший губернатор области. Кравченко это Лейхешев господин, ну, и по определенным моим прикидками, вплоть до Владимира Ильича Ленина. Бондурянская, это его женщина, вот эта вот, вот у Ленина была когда-то француженка-любовница, вот, может быть, что-нибудь из той оперы, когда у нас подъезде там надпись была, я тоже там, ну, я не вывешивал, не публиковал это. Обжегся, 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 так?